среди волков я испытываю больше адреналин оба ружьёк взять это пистолетики барашкины не стреляют он бежал я сначала подумал кабан все что бежит сейчас лагерь покажем мужики давай давай что приготовить потому что их больше здорово пацаны едем на охоту как на охоту делаем выезд развезем клевады чухолки для кабанов встретиться не виделись сегодня у нас 22 сентября пересекли границу в республику врача на черкесе едем астас впереди на кузаке вы на патруле летим и доме на рамках вот уедем спокойно мелко мелко водитель вы можете подпекаетесь на дорогу ситуация ну что и вот так прямо на острова с островом обратно на остров мелко куда бежать нет маленький островок слева право вот маленький островок у тебя прям вот так тирать и вот по надкосой бери на него в и и Пусть пройдут иначе попрыгнут Дай им что-то проехать Может посигналить, чтобы не ускорились Они борются только в обратную сторону И чабанас здесь Что, рыба есть? Рыба есть А золото? Золото ты добыл Водичку несем, чтобы руки мыли Сейчас в лагерь покажем Пацанов ждем Сейчас пацаны еще подъедут Пацаны, не ругаться Видео снимаете Натан, не матюкаешься Турятину тоже добавляем Кусочек курятина обязательно Это чья курятина? Откуда? Турятина Что у нас тут? Нет? Наш рукомойничек Это с самогонкой? Ага Сейчас все пофишу Ничего не налился, уже работает вовсю Кто-то носит, кто-то моется Крышечку не закрываем, ребята Создастся вакуум, будет попая Вот так вот оставляем и все Костерчик горит Дрова привезли, костерчик горит Тренога стоит Это сейчас сулюмчик будет у нас Турятина И с туром Да я курятина говорю Смотри волк Волки есть Сейчас навабу Сейчас чуть стемнеет Навабу будем и стрелять будем Музыка Кровать покажи нашу А музыка, музыка, музыка Музыка блатная Харман Кардон Ниссан Патрол Местный отель, да? Да Ну, шесть звезд Там какие-то туристы отдыхают Не ругаться Начисляем Хорошо, хорошо, хорошо Шулюмбарим с бараниной и турятиной Снимаешь уже? Снимаем Барашка, которая мекала 3 часа назад буквально Делаем из нее просто прекраснейший Черная барашка Карачаево-Черкесская Вкусная Сейчас Еще разочек Отлично И вот сюда вот И вот сюда вот И вот сюда вот Вот они Идеальные Лучи бомба Лучи бомба Лучи бомба Лучи бомба Петровна что-то готовила, да? А у тебя что там? Это что? Это пистолетики барашкины Не стреляют? Я тебе скажу часов 5 назад Стрельшь, что траву кушала и мекала Но они стрельнут сегодня? Они сегодня не стрельнут Завтра мы от них будем стрелять Ладно, ладно, что дальше? Что дальше у нас по идее? Мужики, а это вы что приготовили? Это что такое? Борщ Борщ Борщ? Это индуса привезли Да Так, вы самостоятельные Бабашонки Что, что-то случилось? Да, да, да Не, не, вы не заедете Это противоугонка На сигнализацию поставил, все Никто не угонит, все под контролем Ну он стопудово, короче, там Ну он стопудово, короче, там Или он его уже, короче, по этому, ну укусил, там что-нибудь от него отъел Похуй Похуй из дурюга Да Да Ну он его охраняет Этого Похуй из нести Похуй из нести Похуй из нести Ну что, у нас охота состоялась, выстрел был капитальный. Вот дерево, в тени которое Макс, за сними пожалуйста. И вон медведь там был, в деревьях, он бежал, я сначала подумал кабан, то что бежит, в гору бежал, скорость просто сумасшедшая, я шокировал. Первым выстрелом сразу покатился, метров 30-35 вниз скатился. Выстрел идеальный под глаз, вообще сам медведь сразу упал, не мучился, мгновенная смерть. Медвежара хороший, это мой второй и второй трофейный прям. Хочу сказать, вот стреляя волков и стреляя медведя, вот среди волков я испытываю больше адреналина, чем с медведей. Расстояние было ну 100-110 метров, потому что их больше. Карабин сайга 308 калибр, 61 исполненный. Вот выстрел, вот пуля вошла. Говорят нож у тебя клевый. Нож делает мой товарищ, нож продает, нож обалденный. Кто ищет хороший, качественный рабочий нож. Пишите мне в контакте, пишите в инстаграме, я дам контакты данного человека и будет у вас реально рабочий аппарат. Вот тропа, кишки барана. Махан выкидываем. Теперь идем дальше, кукуруза. Кукурузу разносим и в рюкзаках у нас соль. Нам за тобой. Всем? Надо бы ружьёк взять. Копа идёт. Подъём большой. Для тропа какая. Пойдусь. Как видите, в короче-то. Продукта. Покупить. Пойдусь. Маме-маме-маме-маме. Пойдусь. Пойдусь. Влад, куда это мы пришли? Да, вот, подошли к отвесным скалам, здесь проходит стена, более, ну, наверное, 4-5 километров стена, и есть проход в этой стене, куда, собственно говоря, охотники заходят, чтобы это всё гаять. Ну и вот, ходя сюда, увидели, что здесь козы выбивают себе естественные солонцы, бьют как бы, вот, ну и ходят сюда и серны тоже, судя по следам. Это они копытами, да, всё? Копытами, ну, соответственно, это время, это зима, это ветер, это, то есть, естественно, эрозия, но они сюда ходят, и здесь именно добывают соль, то есть, потом эрозия шайкина. Поэтому мы сюда вот принесли тоже сюда соль, заложили её, и мы это делаем не первый раз, то есть, она пользуется здесь просто. олени, не знаю, по следам, тут чернотроп такой, как бы, хребет непонятный, но козы сюда ходят точно. Ответная, да. Красота. 15. 15, ну, может, до верха 20. 20, да. Да, 20 где до метра. И один проход, вот, в скалах здесь один проход, то есть, в этой, вот, она плита идёт, как бы, цельная, есть один проход, в который мы поднимаемся и выходим на соседнюю территорию. Ну, соответственно, там ходит и зверь. Ну, понятно. Поэтому он, проходя в любом случае здесь, он эту соль видит, он её там чувствует. Вот так, ребята, мы открылись по медведю. Один трофей добыть, это второй трофей в моей коллекции. Трофей просто шикарный, и медведь очень старый. У него уже были сломаны зубы, зубы гнилые, с кариесом, не чистил он, кривые, ну, в общем, медведь очень старый. У нас ещё есть две лицензии на медведя, и лицензии, две или три лицензии на кабана. Так что будем охотиться. Ну, сейчас ещё жарко. Сегодня 24 сентября. Жарко в лесу. Решили, что следующий выезд сделаем где-то через 3-4 недели. Сейчас смысла нет. У нас сейчас и не было. Мы всего сделали один за год. Ну, так получилось, что медведь трофейный был, и я принял решение стрелять. Если бы мы были маленькие, я бы не стрелял. Так что такие дела. Подписывайтесь. К сожалению, да, с выстрел заснять не удалось. Я когда ехал из рейса, я в GoPro ставил чемодан, и чемодан у меня потерялся. До сих пор я его не получил. Поэтому без GoPro я стрелял, держал телефон так и стрелял. Но, к сожалению, не получилось заснять. Не знаю, по какой причине камеру включал, но не получилось заснять. Получилось заснять то, что я в карман его когда положил. В общем, так получилось. Но, тем не менее, метрик взят хороший. Сезон охоты открыт, и открыт очень удачный бак. Подписывайтесь на канал. В этом году попытаюсь сделать фильм про волков. Будем стрелять в бак. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!